В Институте физики Казанского федерального университета студентка 4 курса, лаборант научно-исследовательской лаборатории квантовая фотоника и метаматериала Элина Баталова выступила с лекцией на тему «Полупроводники со структурным фазовым гардиентом». Элина Баталова рассказала об открытии, в создании которого приняла участие совместно с коллегами из Казанского федерального университета, университета ИТМО, Лунского университета Швеции и Калифорнийского университета в Ирване, США. Баталова заняла первое место в конкурсе «Студенческий стартап». Сумму выигрыша в 1 миллион рублей студентка направила на разработку термоуправляемого светодиода на основе неорганических голодных пировскитов и плазмонной метаповерхности. По словам Баталовой, неорганические голодные пировскиты — это минералы с уникальными свойствами, одним из которых является высокий квантовый выход в фотолюминесценции. Идея заключается в генерации нового состояния пировскита, позволяющего перестраивать длину волны фотолюминесценции в широком диапазоне. Для решения этой задачи ученые предложили оригинальный способ локального фотонагрева с помощью термоплазмонной метаповерхности. Она представляет собой двумерный массив наноразмерных структур, которые разогреваются под действием падающего света и играют роль локальных тепловых источников. Температура источников регулируется высотой кремниевого волновода и может изменяться в пределах нескольких градусов до 1000 градусов Цельсия. Вот давайте рассмотрим такую гетероструктуру. Что она из себя представляет? Она представляет из себя три соединенных фазы полупроводника. То есть вы видите, что они отличаются по симметрии. Мы здесь отложили энергию. Вот это вот ширина запрещенных зон полупроводников. И понятно, что они у нас могут каждый существовать в каком-то своем диапазоне температур. Вы видите, что ширина запрещенной зоны для бета-фазы самая маленькая. Метод фазовой структуризации полупроводников открывает уникальные возможности для улучшения функциональности светодиодов, фотодетекторов, солнечных батарей, создания принципиально новых источников света, разработки дисплеев. Карина Бравцева, Универньюс.